здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разберем узор вот этой вот кофточки от zara по просьбам зрительницы разбор сам самой модели будет кратким вот остановимся на узоре в первой части видео будет узор во второй части разбор модели краткий размер разбор модели вот девчонки у кого есть вопросы есть идеи я я имею ввиду есть что-то в закромах моделька какая-то которую вы хотите связать но не знаете как обращайтесь вместе разберемся так и так повторюсь сегодня разбираем вот этот узор и вот этот вот кардиганчик короткий от зары и так узор схему нарисовала девчонки буду ее выкладывать здесь в углу она периодически будет кофточка узор значит вот такая вот схема раппорт состоит из 20 петель у меня здесь два рапорта и разбирать я буду пел первую половину как бы этого всего вязания далее что хочу сказать первый ряд вот первый ряд он как вам сказать он не считается но он считается в начале вязания то есть из него вы начинаете вязание там после резинки или в этой модели без резинки вот вы начинаете первым ряду потом все вязание повторяется с третьего далее что еще хочу сказать модель действительно все так как там написано там маленькие помпончики вы конечно вот в схеме ничего нет схема у нас без вот этих вот прибамбасиков которые я вам покажу конечно же вот в оригинале там действительно маленькие помпончики если вам хочется заморачиваться то вы просто вяжите по схеме без вот этого вот шишечки я же заменила помпоны на шишечки чтобы мне кажется более такое удобное потому что сделать такое количество помпончиков и их как бы просто нужно потом на готовое полотно пришить вот именно центр вот этого ромба вот поэтому я заменила на эту на шишечку и так девчонки узор третий ряд 2 изнаночные далее жгут из 6 петель 3 петли и 3 петли меняем местами первые 3 петли за вторыми тремя петлями 2 изнаночные 2 изнаночные 3 лицевые 4 изнаночные 3 лицевые 3 лицевые и все вот он наш раппорт вот 20 петель так что я еще не сказалось для как бы законченности узора у меня набрано 40 петель плюс 4 петли а а вот вот чтобы здесь закончить это вот это кромочная и вот эти вот три петли плюс 4 петли то есть 44 петли изнаночные ряд без изменений ой ну да по узору где лицевые где лицевые где изнаночные там изнаночные 5 ряд 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные если вы вяжете до конца то вяжите 4 изнаночные и далее вот здесь же я между вот этими двумя изнаночными делала шишечку шишечку таким вот образом шишечка должна быть по центру поэтому я вот здесь вот из протяжки добавляла одну петлю вот она из нее вывязывала шишечку 1 петля накид 2 петля накид 3 петля то есть всего 5 петель поворачиваем работу вяжем эти 5 петель изнаночными петлями поворачиваем вяжем лицевыми петлями поворачиваем вяжем изнаночными как вязать без вот этих вот поворотов есть видео я его выложу и в описании под видео посмотрите там очень интересный способ кто не смотрел это видео обязательно посмотрите как вязать эту шишечку без поворачивания совершенно другой способ очень интересный и провязываем все 5 петель вместе вот шишечка у нас есть пока я ее оставляю на спицах эту петлю мы потом сократим 2 изнаночные 3 лицевые далее я повторяю как бы по схеме так и все вот раппорт закончен на вот этих вот лицевых петлях изнаночный ряд по узору то есть как лежат петли и и теперь в изнаночном ряду нам нужно сократить вот эту петлю где у нас шишечка и там где 4 петли внутри ромба 4 лицевые мы провязываем одну лицевую вторую лицевую провязываем вместе с этой петлей из шишечки то есть мы ее аннулировали и 2 лицевые и продолжаем так далее седьмой ряд 2 изнаночные делаем косу 6 петель точно также 1 первые 3 петли идут сзади как по снизу вторых 3 петель 2 изнаночные 3 лицевые 4 изнаночные 3 лицевые здесь у нас шишечка если не помпон хотим то мы ее не вяжем вообще и без шишечки узор будет очень красивым но здесь вот все равно придает она изюминку вот эта шишечка и кстати этот узор будет очень красивым на подушку декоративную изнаночный ряд 8 как лежат петли так 9 ряд 1 изнаночная 3 петли 3 лицевые петли меняем местами с этой первой изнаночной изнаночную сзади лицевых 1 изнаночная 1 изнаночная 1 изнаночная теперь теперь вот эти вот 3 лицевые мы перемещаем влево изнаночную петлю перемещаем вправо 3 лицевые, 2 изнаночные, следующий переброс, 3 лицевые, меняем местами с 1 изнаночной, 1, 2, 3, 1 изнаночная. Вот раппорт закончим, эти 20 петель, далее продолжаем как бы следующий раппорт. 11 ряд, 1 изнаночная, 11 ряд, 3 петли перемещаем, меняем местами с изнаночной. Вот здесь вот, девчонки, если вяжете деталь, то здесь добавьте еще петли, потому что получается, что вот эта вот полоска лицевая, она сразу кромочная, что не очень красиво, поэтому еще дополнительные 2 изнаночные петли я бы добавила в детали. 3 изнаночные, здесь тоже меняем местами, только перемещение влево, 4 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, здесь перемещаем влево, 1 изнаночная, 3 лицевые, здесь перемещаем вправо, 3 лицевые и 1 изнаночная. и 1 изнаночная, так, 11 ряд, вот он раппорт, теперь 2 изнаночные у нас с левой стороны, были с правой, стали с левой. Так, 13 ряд, 3 лицевые, 2 изнаночные, теперь либо вяжем дальше 2 изнаночные, либо делаем шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Далее по схеме, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, теперь вяжем жгут из 6 петель. 4, 5, 6 петель, поверх 1, 2 и 3 петель. 2 изнаночные, 2 изнаночные, все, раппорт закончен, 25. 5, 6 петель, 13 ряд, 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, теперь делаем жгут из 6 петель, касаясь 6 петель. Меняем местами, 2 тройка поверх 1 петель. Провязываем. 2 изнаночные, так, есть раппорт 25. 5 петель, 15 ряд, 3 лицевые, 2 изнаночные, но это ж надо, представляете, на шишечку попался узел. Так, и делаем шишечку из протяжки, если делаем, если не делаем, то 1, 2, 3, 4, 5. Если не делаем, то вяжем дальше по схеме, сейчас я продолжу, вот, либо делаем помпоны. Провязываем. Провязываем. Так. Примерно. эту шишечку и оставляем на спице далее идем по схеме продолжаем 2 изнаночные то есть всего 4 шишечку не считаем 3 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные есть раппорт так здесь изнаночном ряду не забываем 2 лицевой сокращаем эту шишечку провязываем 2 вместе так 17 ряд 3 лицевые 4 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные переделаем жгут из 6 петель 2 тройка вверх 1 2 изнаночные так раппорт закончен меняем местами перемещаем 3 лицевые влево с 1 изнаночной изнаночная за лицевыми так изнаночные 3 лицевые 3 2 изнаночные теперь следующие 3 лицевые меняем местами изнаночные перемещаем перемещаем справа 1 2 3 лицевые 2 изнаночные теперь 3 лицевые меняем местами с изнаночной перемещаем перемещаем справа 1 2 3 лицевые 1 изнаночная далее 3 лицевые перемещаем влево меняемся изнаночной 1 изнаночная 3 лицевые 1 2 3 и 1 изнаночная закончили раппорт и последний 20 ряд 1 изнаночная 3 лицевые перемещаем влево меняем местами с изнаночной 2 изнаночной 3 лицевые 1 2 3 далее 3 лицевые перемещаем вправо меняем местами с изнаночной 3 лицевые 3 изнаночные 3 изнаночные перемещаем вправо меняем местами с изнаночной 3 изнаночные и 4 изнаночные перемещаем вправо 3 лицевые перемещаем влево вот она 4 изнаночные 3 лицевые все раппорт закончен последний ряд на далее начинаем с третьего ряда теперь девчонки коротко о самой модели значит модель непростая вам скажу поэтому совсем новичкам я ее не советую вот правда мой вам совет не заморачивайтесь кто у кого уже есть опыт есть опыт вот этого рукава с окатом планка цель навязанная все сейчас немного я расскажу как бы как я вижу вот сами эти детали вот в этой модели ну я думаю кто кто вязал кто уже разбирался именно с этим сока там да то я думаю вы поймете значит основываться будем как и всегда на спинку наши мерки мы измеряем длину кардигана ширину это те мерки которые вам нужны ширину и длину рукава вот три основные ваши мерки сначала вы набираете ширину спинки вот вяжите как обычно как вообще девчонки вот что я смотрю на изделие там по три косы как бы на полочке три косы 23 ну допустим 1 2 и 3 и 6 на спинке 4 5 6 вот подбирайте по плотности пряжу приблизительно вот чтобы у вас было шесть кос на спинке тогда вам будет легче потому что если вы сначала купите пряжу потом свяжите образец а потом вам нужно будет набрать 7 кос вернее 7 ну да 7 этих кос и что же у нас получится ничего у нас не получится потому что будет хаос правильно поэтому важно очень угадать с пряжей до чтобы попасть именно в ту плотность я так значит на мой взгляд пряжа там 200 280 метров в 100 граммах это мой мое видение значит вы набрали петли на связали образец набрали сколько вам нужно добавить можно тут изнаночными петлями вот здесь вот в боках то есть косы мы располагаем по центру по бокам добавляем изнаночными петлями далее вяжем до проймы потом классическая пройма там пройма однозначно и в точной рукав есть очень много схем на вязание этой проймы самая обычная классическая пройма эти расчеты есть везде вот вяжем пройму и круглый вырез горловины и скос плеча обязательно скос плеча там по 4 по 5 петель закрывать скос тоже по сути классика вот есть эти схемы наберите пройма спицами вам прям готовые распечатанные схемы будут по тому же принципу то есть вот вы связали спинку разделили ее пополам и добавили допустим 10 петель на планку планка у нас там цель навязанная резинкой один на один вот пройма на той же высоте что и спинка одновременно вяжем планку на правой полочке делаем дырки глубокой вырез горловины по поводу горловины могу ссылку оставить круглая там горловина и спинкой круглая горловина там найдете это у меня есть видео далее рукав рукав определяем по спинке складываем пополам определяем ширину рукава набираем петли по нижней части определяем уже по готовой нашей детали вы по этой части по это по спинке определяете ширину рукава уже в петлях вы можете посчитать внизу и ширину рукава вверху здесь соответственно ширину рукава вверху вам нужно измерить по своей руке да и разницу в петлях вы добавляете здесь равномерно распределяете эти петли которые вам не хватает много добавлений там нету девчонки однозначно ну и соответственно в точной рукав тоже все схемы есть в интернете да как вязать точной рукав ну и пройму к нему все здесь все понятно вопрос возникает с горловины с воротником воротник значит как рассчитать сначала мы измеряем вот эту вот часть спинку и еще вторую полочку то есть вот эта длина наших троих трех деталей ну по горловине есть вот эта длина вот она здесь у нас где-то 10 сантиметров разница эти углы воротника значит набираем отсюда что я вижу в модели я вижу полую резинку в начале вот далее после полой резинки здесь придется делать девчонки не могу так сказать им наугад но придется сократить может быть каждую шестую петлю может меньше может больше пробуйте на образце чтобы полотно осталось ровным потому что после полая резинка стягивается далее идет уже лицевая гладь и узор вот этот накиданный такой накид 2 вместе там один этот узорчик изнаночный один ряд потом накид 2 вместе и изнаночный ряд по лицевой глади два таких ряда с дырочками и дальше платочная гладь все вот эту разницу точно так же как на рукаве только мы на протяжении этого воротника убавляем еще я бы сказала там вот что я так смутно вижу здесь вот такая вот полоска лицевой глади еще у нас по бокам этого воротника вот таким вот образом связан воротник далее все просто вы сшиваете плечи сшиваете воротник вот планка у вас уже готова тут по сути нет таких кардинальных как бы трудностей но все же я говорю что новичкам бы я не советовала спицы четыре с половиной бы посоветовала вот на эту плотность пряжи четыре с половиной спицы и я думаю вы бы попали в этот узор который как бы в эту плотность которая у нас на образце вот все девчонки надеюсь я вам помогла помогла подписчица которая это просила у кого есть еще интересные модельки с которыми они с которыми вы не можете разобраться присылать я под видео есть ссылочки на все мои социальные сети в любую удобную для вас писать им конечно не обещаю что все разберу я просто не в состоянии все ну самые интересные такие предложения по моему мнению я обязательно рассматриваю все на сегодня все с вами была века школа рукоделия всем пока пока